Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня в рамках зарубы 4 Inches Brave 2020 показываю вам замечательный нож Давид Эволюционе, дизайнера Томмазо Румичи, производства Viper TechnoCut и даже не знаю с чего начать начну с того что скажу что это почему он эволюционно потому что это вторая генерация данного ножа первая генерация называется просто Давид или Давид если уж по нашему так проще значит что еще хочу сказать хочу сказать что этот нож идет в серии с более крупным ножом который называется Голиаф ну как бы Давид и Голиаф у Давида 105 миллиметров длина клинка у Голиафа 125 миллиметров почему я сейчас вообще так оттормаживаюсь и туплю потому что даже не знаю как сейчас рассказывать об вот этом вот комплексе по другому его и не назовешь тактический комплекс ножны Давида поэтому давайте я сперва пробегусь по ТТХ самого ножа нож надо сказать с моей точки зрения просто охренительнейший и сразу те кто не слышал повторюсь то что вот по моим ощущениям по моей руке по моей кисти это максимально комфортный объем рукояти если сделать больше то уже будет перебор именно в работе в общем и целом рукоять конечно невероятно залипательная она прям она прям вот ох вот сжимаешь в руке и ты понимаешь что уже совершенно никаким образом этот нож из руки у тебя просто так не вытащить поехали длина ножа 227 миллиметров длина клинка 105 миллиметров ширина клинка 36 миллиметров толщина 5,8 миллиметра обработка dark stone wash вес 260 грамм сталь здесь стоит а и и и с ай d2 и двойная закалка идет плюс криво к сожалению я не нашел твердость конкретно именно в такой обработке d2 под поэтому поэтому как как будет плюс минус d2 обычно коля где-то 59 60 единиц примерно так и будем держать в голове рукоять меккарта меккарта очень красивая невероятно нож просто прячется в траву прячется в камне его просто невозможно разглядеть то здесь если вы используете этот нож не как тактик который именно нужно прятать от чьих-то глаз а просто как туристический нож какой-то такой вот нож для аудора по-любому сюда нужно вывешивать какой-то красный ярко-желтый или оранжевый маячок потому что вот это вот меккарта в купе с темным стоун вошим она просто что в литве что в листве что в траве что на камнях она просто реально делает нож незаметным уже буквально там с полутора двух метров расстояние full tank у нас монтаж full tank разборный совершенно простой и понятный и нож значит идет с кордурными ножнами которые я сейчас буду с вами обсуждать так как домашняя страничка вайпер не дает цен на ножи она только нас знакомит с ними я могу сказать что этот нож на ламни стоит от 140 евро совершенно нормальные деньги за имя за имя дизайнера за все вот эти вот связанные моменты то что до 2 эти ребят в рамках зарубы я очень-очень сам по себе заинтригован почему потому что вот потому что если мы не берем l max который будет участвовать если мы не берем там какие-то интересные другие стали потому что один нож должен приехать вообще в м390 плюс-минус у нас база нержавеющий ну не нержавеющий коррозий настойкая база это n690 традиционно я хочу сказать что конечно это сталь она гораздо ленивее чем стандартная d2 а здесь видите d2 еще и с двойной закалкой с крио то есть ну опять же скорее всего я с d2 буду там какой-то 12 балла снимать за условную не коррозийно стойкость именно в своем каком-то личном рейтинге составляя вот эти вот таблицы почему потому что это именно на мой взгляд убирает универсальности ножа но в любом случае если взять вот просто такой типикал d2 и типикал n690 в работе не в хранении а в работе именно я в большинстве случаев конечно поставлю деньги как говорится на d2 почему но она просто злее она просто гораздо агрессивнее сама по себе сталь поэтому то что здесь d2 меня совершенно не пугает почему потому что через мои руки прошло немало просто потрясающих замечательных ножей которые именно в этой стали получаю показа просто чудеса работы на тех же самых деревяшках ну ладно давайте теперь о ножнах что я скажу я скажу что на мой взгляд конечно с точки зрения универсальности очень сильно итальянцы перестарались почему потому что конечно безусловно здесь нужны сами по себе они такие туристической милитаристические то есть как вы видите у нас нож фиксируется в ножнах на клапане клапан кстати говоря клапан этот вращается то есть хотите можете сделать так чтобы спереди наоборот в направлении вперед открывался клапан хотите можно чтобы в направлении вот эти вот возвратным движением руки открывался я потому что переставил уже под себя под свою руку так нож мы вставляем вот так вот в ножны и не закрепленный клапаном он за счет своей тяжести но худо-бедно здесь как-то он все все равно чем-то он цепляется но клапан здесь аж с двойной кнопкой то есть на случай если одна кнопка у нас расстегнется то вот вам вторая о каком-то незаметном скрытом ношение о каком-то бесшумном извлечении и прочее прочее этого ножа кстати говоря я неправильно сейчас поставил вставил его в ножны это почему потому что нужно симметричный и это кстати говоря плюс под правую левую руку ножны идут и клапан в любом направлении переставляется то есть в этом плане совершенно здорово то что и право и лево руки и люди без каких-то дополнительных манипуляций могут сразу же спокойно использовать этот нож конечно у нас присутствует здесь огромный такая нейлоновая тесьма с дополнительной вот этого с дополнительным кольцом на фастексе закрепляется за ногу чтобы нож не болтался блин на хрен закреплять на за ногу нож весом 260 грамм и длиной 227 миллиметров то есть это явный перебор это действительно это такая тактикульность которая просто зашкаливает я мое предположение почему здесь такие ножны такие ножны здесь из-за голиафа потому что голиаф крупнее голиаф действительно он уже позиционируется как такой реально туристический милитарный нож и здесь нужно сделаны именно таким образом чтобы вот закрепил намертво не при каких прыжках не при каких кувырках не при посадке в транспорт не при десантировании там ни при чем ни при чем чтобы нужно у вас никаким образом не шевельнулись то есть все крепится за ремень за бедро все очень жестко крепится хотя при этом самом снимается тоже все это дело на раз и на ножнах если вам не нравится то этот ремешок можно принципе по хозяйству используя других моментах совместимые с молли у нас крепление здесь и здесь то есть если у вас есть желание вы можете этот эти ножны поместить на куда-то там на разгрузку куда-то на снаряжение и конечно же не рукоятью вниз почему потому что повторяю нож довольно увесистый если у вас клапан вы открываете просто чтобы он не вылетел здесь в любом случае на мой взгляд крайне рекомендована посадка ножа клинком вниз рукоятью вверх очень немаловажный для для меня факт в том что здесь вы можете посадить ножны на ремень не снимая ремня не расстегивая ремня то есть с помощью вот этого велка и довольно хорошо солидно все это сидит безусловно здорово что здесь есть кармашек сюда можно я не знаю вплоть до чего угодно фонарь не фонарь там камушек для того чтобы подправить нож какие угодно приспособления это уже на ваш там powerbank тоже на ваш на ваше усмотрение в любом случае наличие кармашка на таких крупных массивных ножнах это плюс а не минус почему потому что они так крупные массивные поэтому лишние вот такой вот лишнее место для хранения но совершенно не помешает то есть в общем и целом с учетом того что я эти ножны в общем и целом хвалю именно с походной точки зрения я конечно понимаю что с какой-то универсальной точки зрения они громоздкие здесь очень много всего наворочено они здоровенные они действительно исключительно для того чтобы нож носить поверх одежды ну как поверх одежды чтобы нож носить в открытую на ремне тире на бедре то есть в этом плане для такого ножа скажем вот вам понравился он а он ребята прекрасен это я делаю на этом акцент и обязательно подчеркиваю он действительно сам по себе нож прекрасен самое простое это найти какую знакомую мастерскую обжать его кайдексом поставить стропу или ульти клип или все что вам там душе угодно и носить его именно на кайдексе то есть в этом плане я уверен на более чем что здесь именно ножны до виду достались от голиафа настолько мощный настолько крутые так сам по себе нож безусловно танк почти 6 миллиметров в обухе но при этом мы видим очень очень аккуратные невероятно высокие на тридцать шесть миллиметров ширины клинка спуске следовательно получается так у нас вот здесь топор здесь мы можем лупить все что угодно делать совершенно спокойно я ставлю ладонь давлю ладонями ну абсолютно комфортно потому что здесь действительно такая площадка сделан здесь тончайший просто клиночек очень аккуратный слабо вогнутые спуски как вы видите очень высокие спуски дают нам вы не поверите вот он с виду выглядит просто как перекачанный какой-то боль терьер по факту я уверен что по продуктам работать будет просто офигительно почему потому что здесь совершенно нормальная здраво режущая кромка чуть больше четырех дюймов длина клинка как вы видите здесь дулька четко выступающий выступ вместе с глубокой под пальцевой выемка я думаю что скорее всего он все-таки выводит в некоторых странах этот нож в разряд холодного оружия красивый красивая фальш лезвие в общем томазо румичи он в очередной раз сделал прекрасный нож отдельно хочу поговорить о рукояти вот у нас как вы видите такой рельеф идет прошу прощения за освещение вот поймал с другой стороны рельеф такой идет нами карте вырезы то есть здесь несмотря на опять же такую здоровенность рукояти здесь очень по уму сделаны вот эти вот скругление и нож молоточным хватом дело даже не в каком-то строгание ребят а в том что вы вот у вас действительно сжимаете кулак со всей дури и у вас получается что вот такое ощущение как будто кисть залили пенофлексом настолько рукоять она полностью вот например под мои пальцы вот здесь вот ровно ровно как надо именно длина указательного длина мизинца пальцы покороче здесь сделаны выемки там где пальцы подлиннее сделано потолще здесь вот это вот все действительно очень серьезная суровая такая толщина и ты зажимаешь нож и ты понимаешь что он тебя совершенно под каждый палец как в литой ни один не провисает ни ни один нигде не гуляет то есть обычно если ширина толщина ножа поменьше то при такой выемки указательный палец начинает немножко гулять здесь даже близко такого нет вот выражение как в литой это именно про этот нож он просто сидит невероятно круто в руках диагональный хват просто взрыв мозга почему потому что здесь у нас как видите идет выемка выемка сопровождается очень хорошей внятной насечкой здесь у нас указательный палец закрывает выемку именно с этой стороны у нас получается диагональный хват просто потрясный он реально вот каждый абсолютно палец на своем месте и каждый палец уверенно уверенно себя чувствует обратный просто охренительно ясно понятно что здесь тактично хвостовик у нас вылез из рукояти отверстие для темляка повторюсь здесь не нужен темляк вот при такой рукой эти темляк как вот темляк он не нужен здесь нужен именно маячок небольшой узелок яркий ярко-неонового оранжевого цвета для того чтобы нож куда-то не не ушел потому что он действительно крайне крайне незаметно я его фоткал это реально natural born каму просто нож камуфляжный по его способности прятаться куда-либо я могу его сравнить только вот с недавним трц-шным к 1с который был потому что там тоже мекарта и вот это вот апокалиптический финиш он невероятно камуфляжно работает то есть здесь то же самое просто охренительные хваты просто потрясный нож очень красивый мощный клинок то есть то что у вас вот здесь идет в рукояти рельса то что у вас вот здесь идет в рукояти рельс ребята поверьте мне вот здесь у вас ножичек у вас здесь прям кухонечек резачок то есть сочетание это я всегда говорил что на самом деле грамотно сделанные спуски они любой пугающий лом превратят вам практически в кухонник здесь именно вот это вот так и сделано то есть на самом деле сам по себе нож с точки зрения именно какого-то ежедневного поюза вот сама по себе заруба это абсурд почему потому что я пытаюсь выставить и загнать в какие-то соревновательные рамки ножи с длиной в 4 дюйма клинок но при этом они совершенно разной философии здесь у нас реально реальный тактик реальный турист и мне очень обидно что если я с точки зрения именно какого-то подведения под какой-то общий знаменатель начну с него баллы снимать за излишний вес за то что нужны громоздкие они громоздкие это факт почему потому что он задумывался не для этого он задумался не для таскания в кармане это именно здоровенный такой мощный бычара но при этом ромич и сделал все для того чтобы и можно было аккуратно грамотно порезать с эти говоря давайте-ка я примерю нет самый простой для нарезки по продуктам вот такой скажем назовем его полу отверточный хват если вот резать продукт из то скорее всего удобнее всего вот именно таким то есть это действительно машина реально машина здоровенный нож и при этом зарубать его там с каким-нибудь откровенно лесными ножами или с откровенно и диссишными ножами которые ну по факту там такие легкие городские полу жители не совсем корректно но в любом случае начали значит начали будем дальше продолжать посмотрим что получится то что интереснее всего во первых на тестах во вторых я понимаю что зрителю виднее каждый в каждом ноже увидит то что ему нужно увидеть очень прикольно сделанный клиночек здесь такой dark stone wash не совсем как black wash а он именно затертый темно-серый потрясно тамазо рульничий дизайн давид вайпер и d2 стиль сделать стил сделано в италии стил и стиль с этим все в порядке на самом деле очень классный очень классный получился нож прям я я от него просто в восторге а вот нужно конечно исключительно для аудора потому что в городе в такие с такими ножнами шататься только в том случае если вы одеты в какую-то юниформу и выполняете какие-то именно рабочие задания спасибо за просмотр всего доброго ребята увидимся и